Как развиваются белорусско-российские отношения, насколько эффективно функционирует интеграционное образование и какая мечта у белорусского президента. Сегодня Александр Лукашенко дал интервью известному журналисту Михаилу Гусману. О чем еще говорили собеседники, знает Анастасия Иванникова. Теплые встречи действительно давних знакомых. Александр Лукашенко и Михаил Гусман встречаются не первый раз. Поэтому такую беседу вряд ли назовешь простым интервью, скорее разговором, важным и глубоким, на самые разные темы. Даже довольно привычный вопрос, как развиваются белорусско-российские отношения, в рамках этого интервью с новыми подробностями. В России Александр Лукашенко побывал 85 раз. Михаил Гусман подсчитал. Знаете, мы очень много сделали, больше, чем кто-либо из постсоветских республик и социалистических бывших стран с Россией в плане единства. В плане того, чтобы наши народы не были обиженными распадом Советского Союза. Мы приняли много решений, которые уравнивают белорусов и россиян в правах. Мы отошли от той пропасти, которая могла быть между белорусами и Россией, и которая намечалась там под Смоленском. Но было бы неправдой, если бы мы обращали внимание и говорили только об этой положительной стороне. У нас масса проблем. На этом пути мы не понимали в чем-то, наверное, Россию. Россия хваталась то за газовую трубу, то за нефтяную трубу и размахивали, перекрывая нам то газ, то нефть, то не пропускали наши товары в Российскую Федерацию. Мы где-то, наверное, не совсем правильно вели, хотя старались старшего брата не обижать и не злить. Это тоже правда. Ну и сегодняшний день, знаете, он по отдельным моментам не лучший. Поэтому правда в том, что мы прошли серьезный путь. За эти 25 мгновения в истории мы прошли большой путь в том, чтобы не разойтись, чтобы не разорвать наши отношения, чтобы мы и в экономике, и в политике, и в общественной жизни остались близкими людьми. По журналистике Михаил Гусман уже много лет, почти два десятилетия, посвятил работе в одном из крупнейших информационных агентств России. Всем знаком Михаил Гусман и как автор передачи «Формула власти». Впервые в эфире легендарный телецикл вышел в 2000-м. За это время Михаил Гусман взял интервью практически у всех глав государств планеты. Это единственный журналист, который записывал президентов США Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму, трех председателей Китайской народной республики, семь премьер-министров и трех президентов Италии. Передача такая душевная. Август 2009-го. Уже сегодня для известного журналиста эти телекадры история, но впечатления остались до сих пор. Как никак. Именно тогда Михаил Гусман впервые в своей жизни возьмет в руки косу и под личным руководством нашего президента попытается овладеть новым для журналиста мастерством. Коса должна идти вот так по земле. Не так под углом, а вот так. Для меня та беседа была чрезвычайно интересной. Более того, многим памятно приглашение, которое тогда мне сделало Александр Георгиевич. Мы с ним выехали на природу и занялись совершенно непривычным для меня. И чрезвычайно, как я увидел, привычным для него делом. Это вместе косили траву. Я ему передал благодарность от своей жены, потому что я сказал, что скажу спасибо Александру Георгиевичу, что он тебя хотя бы научил хоть что-то делать на земле. Нынешнее интервью тоже получилось интересным. Обсудить успелись десяток вопросов. Большое внимание было уделено теме интеграции на постсоветском пространстве. Михаил Гусман поинтересовался реформой СНГ. СНГ – это большая политическая, дипломатическая площадка. Это региональная организация, где мы обсуждаем важные вопросы. Встречаясь друг с другом, двусторонняя встреча происходит и так далее. То есть это площадка для обсуждения. Ниже у нас появился Евразийский экономический союз. Евразийский вопрос – это экономика, это экономическая интеграция, это таможенные проблемы, вопросы без политики и военных вопросов. Евразийский вопрос – это экономика. ОДКБ – это военно-политический блок. Да, он не натовский блок еще. Он не имеет такой мощи и силы. Но это другая структура, где определенные задачи стоят перед ее участниками. Ну, допустим, Беларусь и Россия. На западном направлении – единая армия, единая группировка. Это вопросы ОДКБ. И следующий уровень интеграции, самый глубокий интеграции – это строительство союзного государства Беларуси и России. Вот тут и экономика, и политика, и совместные ростки органов власти. То есть это очень глубокая форма интеграции. И если в этой общей площадке СНГ кто-то готов присоединиться к союзу экономическому в рамках Евразии, присоединяйтесь. Если кто-то в Евразии и СНГ хочет очень глубокой интеграции, уже дорос до уровня нашего союзного государства с Россией, пожалуйста, присоединяйтесь, все союзы открыты, если вы готовы. Вот какая система сложилась разного уровня интеграции. И она на этом этапе, Михаил, удовлетворяет всех. Поэтому я отвечаю на твой вопрос, что вот реформы, реформы, их не будет по многим причинам. И главная причина, что вот эта конструкция удовлетворяет нынешнее состояние отношений между государствами постсоветского пространства. На этот раз много говорили и о личном. Как Александр Лукашенко видит будущее своих сыновей, откуда черпает силы и какая мечта есть у белорусского президента. Вы знаете, я хотел бы, чтобы люди никогда, заглядывая в кошелек или в собственный карман, не думали о том, что им на что-то не хватает. Хотя шевелиться надо самим, и тогда свою жизнь можно обеспечить. Вот вам провожу конкретный пример. Это очень важно для России. Почему вдруг за это время Беларусь стала притягаемым местом для россиян? Почему Россия больше всего едет в Беларусь отдыхать? Особенно москвичи живут в одинаковых природно-климатических условиях, а у нас отдыхают. Недавно мной был подписан указ, несколько лет назад, и принято решение о развитии агро-экотуризма. Около трех тысяч предприимчивых семей создали собственные предприятия, считайте. Почему любой белорус не может, поставив перед собой цель обеспечить себя и семью, заработать? Может. И это моя мечта. Но я это сделаю. Это интервью станет основой не только программы «Формула власти», но и телефильма, посвященного 25-летию СНГ. Планируется, что зрители смогут увидеть их в эфире уже этой осенью. Анастасия Иванникова и Валерий Науменко. Телекомпания СТВ.